здравствуйте господа нас дилемма такая она заключается в том отвечать на вопросы ваши или все-таки дать вам побольше информации которая касается наверное эзотерики на сегодняшний день огромное количество людей в интернете в ю тубе которые говорят об эзотерике которые говорят об оккультизме магии о религии от духовности и так далее популярные и очень много этих людей дают общую информацию философские взгляды психологические занимаются хайпом или сплетнями друг о друге и так далее мне бы хотелось быть тем человеком который был бы полезен людям с позиции наверно более качественной информации в смысле быстро применимой именно поэтому я решил проводить вебинары и делить их на две части первую часть посвящать своим рекомендациям которые можно использовать прямо сегодня онлайн почему я решил это сделать дело в том что не все связано с деньгами в моей жизни и если говорить о моем желании то одно из моих желаний это все-таки помощь людям включая безвозмездную помощь я не скрываю информацию просто иногда хочется давать так информацию чтобы эта информация была не наверно превратно понята не пугала человека или было правильно использована иногда для определенных info для определенной информации которая могла бы быть полезна человеку необходимо предварительное обучение и это предварительное обучение но не позволяет дополнительно давать информацию которая могла бы быть более качественно и допустим есть эзотерические практики которые позволяют человеку там течение дня запустить поток клиентов магазин но я не могу ее давать всем подряд людям это связано с тем что если дать человеку который не знаком с философией и у человека нет изменения взгляда того что необходимо покупая приобретать ну и вот эти вот философские какие-то идеи которые есть моей школе извиняюсь которые необходимо использовать то человек который читает мантры или человек который начнет практиковать или использовать такую технику эзотерическую может очень пострадать его бизнес вместо того чтобы улучшиться состояние может улучшиться ухудшиться и состояние физическое и состояние психоэмоционально и в общем-то продажи не увеличится сегодня я постарался выбрать самые насущные наверное животрепещущий животрепещущие вопросы которые интересуют людей ну и на первое место мне бы хотелось поставить все-таки вопрос алкоголизма вы знаете огромное количество людей которые употребляют алкоголь можно ли помочь эзотерические человеку который употребляет алкоголь и можно ли помочь кому-то дистанционно может ли помочь близкий человек другому человеку и так далее опять таки хочу сказать что у одного человека это сто процентов получится у другого человека это сто процентов не получится от чего это зависит это зависит от некого показателя который я для себя назвал психической энергией вы знаете возможно кто-то подразумевает это по-своему видимо есть книги но они сто процентов есть где говорится о психической энергии в другом формате и когда люди говорят психическая энергия они подозревают подразумевают совершенно другую идею но дабы не называть что-то для себя усложненным а я являюсь практикам которые предварительно используют эзотерические практики применяя их на себе семье и близких вырабатывая эффективность за счет того что я принимаю и принимал и буду принимать огромное количество людей за счет этого появляется совершенно другое видение влияние и так далее вернемся все таки к психической энергии что в моем понимании психическая энергия человека в моем понимании психическая энергия человека это накопленная энергия счастья это накопленная энергия удовольствия которую он накопил так вот кто-то захочет повлиять на любимого человека у него не получится почему в душе много страдания в душе много слез я кстати об этом тоже сегодня буду говорить что с ними делать но у кого-то получится именно поэтому не отчаивайтесь еще раз хотелось бы сказать несколько слов что я имею ввиду когда говорю эзотерическая практика дело в том что это с позиции психологии с позиции наверное даже гипнотического влияния нейро лингвистического программирования что-то невозможное то есть человек не видя другого человека пробует что-либо представить или пробует что-либо произнести и происходит вот чудесное исцеление или чудесное выздоровление или все что-либо то есть как это все устроено до конца объяснить это устройство возможно исключительно используя наверное эзотерические вот такие термины и саму эту эзотерическую науку невидимые флюиды действуют непонятные человеку флюиды действуют но это как показала наверно жизнь каким-то образом работает и ничего сделать с этим невозможно ну что первое как эзотерически помочь человеку бросить пить алкоголь изменить его судьбу даю по пунктам раз два три четыре пять и так первое когда вы успокоитесь и будете сидеть дома старайтесь не думать об этом человеке не беспокоиться ни о чем постарайтесь расслабиться и в какой-то момент произнести себе слова пусть мое сознание живет сейчас отдельно от моего тела при этом очень хорошо лечь не делайте это сидя даже лягте на спину когда вы придете в такое состояние при котором вам покажется что ваше тело живет отдельно или вы чувствуете его отдельно от своего сознания условно можно назвать состоянием транса не нужно ничего читать или считать находитесь с открытыми глазами смотрите в потолок кстати можно это делать и сидя кстати это можно делать и случае если вы просто куда-то идете просто в том месте где небольшое количество людей начните думать о человеке за которого у вас болит сердце допустим о своем сыне или о своей дочери и в этот момент подумав об этом человеке представьте будто вы смотрите на большое но при этом очень ровное озеро это очень ровное озеро это жизнь этого человека то есть этот человек находится в этом озере и представьте будто человек который выпивает находится в этом озере в виде большой рыбы которая лежит на самом дне а вы мысленно смотрите через призму этой воды на того человека который вы условно знаете что это ваш сын после чего третье представьте будто вы берете своими руками мысленно или духом своим или еще чем-либо и поднимаете этого человека с самого дна пятое дуете на него и представляете будто он барахтается со всей силы и в общем-то произносите что-то делать при этом не нужно после чего мысленно его поцелуйте в лицо в левую часть лица в правую часть лица в лоб подбородок и после этого сзади в затылок на этом эзотерическая практика избавление человека от алкоголизма заканчивается ничего больше делать не нужно если ее делать какое-то время а сколько именно опять таки зависит исключительно от наличия у вас психической энергии случае если человек барахтается сильно найдет работу в случае если его подняли из дна у него появится новое видение жизни пассивность и злость чем дальше на дне тем он агрессивнее тем он вспыльчивее тем он ненавистичнее чем если барахтается на воде то тогда хочет работать в жизни все у него может налаживаться и так далее сколько раз выполнять и сколько это представлять но это можно представлять 15-20 секунд минут делайте на протяжении дня 3-4 раза и мои рекомендации обязательно когда вы это все делаете в тот момент когда вы поднимаете думаете об этом человеке старайтесь максимально чувствовать к нему состояние максимальной нежности как будто он самое хорошее самое доброе и самое привлекательное существо это и поможет этому человеку бросить очень хорошо работает если мама делает сыну не очень хорошо работает если теща делает зятю ну как-то это так работает но опять-таки с кем-то это сработает с кем-то нет как примирить врагов и детей между собой часто так бывает что дети начинают вести себя как враги часто бывает что оболчаются против мамы свекрухи течи тёща получается против взять а если такое слово можно говорить или дети между собой ругаются постоянно допустим муж который не хочет принимать детей которых он взял на воспитание ну и так далее много есть разных таких событий можно ли как-то это все примирить между собой можно и этот метод он тоже эзотерически использовать его несложно и так раз или первое представьте будто вы видите этого человека который ненавидит и человека которым он имеет с которым он имеет конфликт сына допустим и представьте на протяжении дня что эти люди друг друга крепко обнимают и целуют как брежнев друг друга в губы и щеки при этом вы как третье лицо подходите обнимаете их левой и правой рукой и произносите скрепляю вашу любовь и целуете сначала старшего в лобик потом младшего в лобик и потом прижимайтесь к обоим своей щекой обеим своей щекой таким образом выполняйте такой обряд два три раза в день увидите как эти люди начнут друг другу хорошо относиться как начать спать перед сном ответить на этот вопрос тоже не сложно и сделать это тоже не сложно что вам необходимо сделать когда вы ляжете скажите себе сейчас как только я расслаблюсь и досчитаю до 0 я заснул и после этого начинайте считать ваш счет должен быть если вам 70 лет начинайте от 80 если 40 лет от 50 если 20 от 30 то есть к своему возрасту плюс 10 и начинайте считать на вдохе и на выдохе одну цифру то есть у меня допустим 50 вот я буду читать 60 59 58 57 56 50 в начале можно сказать когда считаю до 0 заснул ну и медленно считайте обязательно заснете если не получается заснуть на вдохе произносите он мысленно а на выдохе как можно длиннее делайте выдох и произносите мысленно слог соусу собака кроме бака просто слог следующее как укрепить силу воли нужно осознать что где-то чувство которое вас омрачает которое вас омрачает и смущает то есть вот сила воли вечер наступил а есть хочется и после чего вы начинаете вставать идти в этом случае необходимо найти то чувство которое возникает во внутреннем вашем мире найти его прямо интуитивно ощутить его невербально и постараться психануть на это чувство то есть что вас побуждает я есть хочу вот я пойду сейчас холодильнику после этого сказать блин нет не пойду я сильно и дальше найти какой-нибудь мотив и сказать я посвящаю свой голод и дальше объясните себе чему вы его посвящаете это работает сто процентов почему я так говорю я не знаю может быть это работает только с людьми которые достаточно дисциплинированные но тем не менее со мной это сработало в прошлом году в это же время в ноябре весил 120 килограммов сегодня вешу взвешивался взвесивался утром и определил что сегодняшний мой вес 93 килограмма то есть можно сказать что за один год я автономно не особо меняя свою жизнь сбросил 23 килограмма при этом сделал это в мягкой форме не голодая ограничивая себя в вечернем употреблении еды и два продукта которые я ограничил которых я ограничил себя это сахар и алкоголь то есть я стараюсь не пить алкоголь и не употреблять сладкое все остальное я как употреблял так употребляю очень часто в вечернее время у меня просыпается вот такое желание покушать но я себе говорю что это у тебя расщепляется жир давай вместе это сделаем да ну его этот голод не буду кушать теперь я буду стройнее вот такой мотив и такая самомотивация заставляет меня задержаться и не обращать на это внимание я и иногда говорю тебе себе такие слова ты же мужик она держись ты же мужик я часто это говорю во время морских курсах курсов одна из женщин вот какая-нибудь женщина или мужчина подходит особенно женщина там взрослая и говорит вот я уже не могу мне все плохо я обычно говорю вам помогут мои слова и она какие слова я беру держитесь ты же мужик обычно это вызывает улыбку и человек говорит да точно я такая как мужик игры вот это вам поможет дальше как сделать так чтобы болезни исчезли поможет нам метод который использует анатолий михайлович кашпировский это очень несложный метод это метод введения себя в состоянии первопричины и удаление первопричины каким образом это все использовать и как это все происходит очень несложно скажите себе предварительно такие слова первое скажите я отпускаю свои болезни в момент начала и и начинайте считать от своего возраста и до 0 когда вы дойдете до 0 произнесите я увеличиваю здоровье произвожу трансформацию своего тела и выздоравливаю и начинаете считать от 0 и до своего возраста делайте это в абсолютном расслабленном состоянии можно это делать перед сном закрытыми глазами данный метод эффективен проверено работает хорошо от чего зависит зависит наверно от возможности человеком расслабиться то есть может ли человек расслабиться до конца может ли он впасть в состояние такого транса наверно немножко является ли это самовнушением или является ли это гипнотическая сессия или аутогенной тренировкой как говорит анатолий михалыч конечно нет то есть я считаю что он говорит правду нет смысла мне не верить такому замечательному человеку эффективен ли метод да я могу сказать что метод чрезвычайно эффективен ну и он не так прост как я рассказал в целом не договорил я только чуть-чуть и вот это только чуть-чуть все равно не может это чуть-чуть может делать анатолий михалыч ну а вам то зачем потому что вы то не анатолий михалыч поэтому делайте это самостоятельно потому что это даст вам возможность не болеть ну вот попробуйте от меня вот такой презент следующее как сделать так чтобы не болеть что можно изменить своем питании а хотелось бы сказать несколько слов мне очень нравится смотреть эзотерические оккультные магические выступления различных блогеров и мне нравится недавно понравился канал садгуру я в чем-то разделяю его идеи в чем-то не разделяю я постарался сегодня взять те вопросы которые ему задают и которые у него топовые и ответить сегодня на те вопросы которые ему задают своими словами то есть как бы я ответил на те вопросы которые задают ему зрители во время проведения его вебинаров я постараюсь ответить на эти вопросы с позиции дойко отвечает ну и первый вопрос что сделать или что изменить своем питании три вещи чтобы не болеть ну и по моему мнению человеку необходимо есть три вида питания для того чтобы избавиться от большинства заболеваний и так первое утром ешьте имбирь в обед ешьте лимон а вечером перед сном съедать и либо вареное яйцо либо кусочек сливочного масла много болезней исчезнут сами по себе не нужно мне верить просто начните это использовать и в дальнейшем просто скажите мне спасибо за это вопрос к садгуру как укрепить силу воли я могу ответить поможет просто чтение мантар или молитву или помогут упражнения какие-либо это тотально усиливает волю человека в случае если человек допустим говорит себе я 108 раз буду читать мантру такую или 108 раз буду молиться и читать там очень наши же еси на небесе или читать какую-нибудь аят для филада усрах обди рахима салям алейкум или еще что-либо или он будет читать читать там суру из корана но будет это делать длительное время и дисциплинирована вот такая ежедневная дисциплина она сто процентов вырабатывает у человека силу воли вот так просто оказывается дальше задали садгуру такой вопрос почему мастер кстати большое спасибо видите я упоминаю имя этого человека хочу вам сказать что я не считаю что этот человек плохой или хороший мне собственно все равно я не оцениваю этого человека я не имею права этого делать каждый человек живет и говорит то что ему хочется но также я не собираюсь хайповать на его имени потому что я не буду говорить о том какой он не такой или такой потому что это все сплетни и они мне не нужны это уважаемый человеку если он помогает тысячам пусть эти тысячи будут довольны дай бог чтобы никому не вредил а я в общем то обычный человек еще раз хочу сказать что отвечаю на те вопросы которые написаны у него на сайте и они в тексте на первом месте ну ему задают вопрос на который мне тоже наверно можно ответить почему мастурбация это не вопрос морали вот ему задает такой вопрос я же хочу вам сказать заниматься мастурбация на низмом человек фактически придает отношения которых еще нет то есть по моему мнению он придает продолжение рода он придает ту женщину которую он может посвятить это 7 женщина придает таким образом будущего мужа как бы изменяясь неизвестным партнером там изменяясь кусочком резины или еще с чем-то я же как человек в общем-то моральный хочу сказать о евангелии о серебре которое было которое было прообразом наверное серебро которое было прообразом предательства зачем необходимо было иуде 30 серебряных монет они необходимы были иуде потому что он хотел на них на эти деньги развлечений скорее всего потому что видя как жил иисус христос он жил в посте в дисциплине и так далее но видя как он жил чего не хватало иисусу христу мы же нигде не заметили толкование о том что рядом с ним находилась жена который он бы спал и так далее не было нигде сказано о том что они накрывали огромные столы за которыми ели первое второе третье компот и котлеты не было шашлыков с армянами не было цыган с обозами медведями в общем-то праздника не было но зато были молитвы и зато были зато были исцеления чудесные зато были чудеса ну и чего хотел иуда он хотел развлечений и что он сделал он предал кого он предал самое доброе самое прекрасное самое теплое что было в его жизни он предал душу таким образом он предал своего господа и из-за этого я считаю это одно еще теоремой наверно или таким наверно теософской доктриной чтения евангелия где семь заповедей заканчиваются несказанной заповедью о предательстве о том что придавать это нехорошо о том что предатели все равно пожалеют потому что история с иуда и плохо закончил именно поэтому я не разделяю вопросы наверное которые разделяется гуру это не мое дело опять таки который говорит что мастурбировать можно это не вопрос морали я считаю это вопросом морали и считаю это предательством хоть такие мы наверно мелким таким предательством но предательством своего будущего предательством с омрачением того человека который может быть рядом не начав уже продал это знаете как не видя жену тысячу раз не изменить но считаю что вопрос морали в этом может присутствовать опять-таки кто-то может разделять это мнение кто-то не разделять дело такое как относиться к нетрадиционной ориентации вот тоже вопрос такой интересный я считаю что нетрадиционная ориентация есть заболевания но к сожалению данное заболевание она видимо генетическое и излечить современная медицина данное заболевание не может таких заболеваний в нашей медицине их огромное количество есть заболевания врожденной слепоты глухоты которые невозможно излечить есть заболевания которыми человек может заразиться и или инфицироваться и которые могут быть у него на протяжении всей жизни допустим ретро вирус или вирус герпеса или какие-либо еще заболевания их в общем то достаточно много так вот даже есть ученые есть вернее есть ученые которые доказали уже на сегодняшний день что это исключительно генетическое заболевание такое же как заболевание муковисцидоз или любое заболевание которое является генетическим как дауна или муковисцидоз и если это заболевание а человек который имеет такую форму или такие убеждения ли такое ощущение он является человеком которого излечить невозможно то есть его излечить невозможно он болен этим заболеванием даже в клеточном такой клеточной такой форме форме но если этот человек болен то как необходимо к человеку относиться если он болен нужно постараться его вылечить но если лечение невозможно но тогда необходимо это принимать и относиться к этому человеку со страданием именно поэтому я призываю вас не гнобить не уничтожать не заплевать и не заклевывать этих людей относитесь к этим людям состраданием дело в том что болезни такие не лечатся поэтому сострадание это то что может помочь этому человеку единственное чего он от вас хочет это просто вашего сострадания к тому что он изменить в себе к сожалению не может поэтому плохо это или хорошо давайте оставим это или взвалим это на плечи господа пусть господу виднее и пусть раз он это создал то пусть это будет еще и его проблемой но точно не нашей дальше 5 секретов 2021 года которые приведут к хорошей и счастливой жизни о давайте я вам это скажу ребята стремитесь жить максимально роскошно в 2021 году стремитесь жить максимально энергично в 2021 году стремитесь как можно больше обучаться и читать это будет все приводить к успешному году ну и последнее стремитесь обязательно на протяжении года что-нибудь жевать элемент жевания будет приводить человека к тому что у него будет появляться везение и материальное благополучие я об этом подробнее расскажу на своем семинаре который называется программирование 2022 года не 21 стутал что-то и так пять секретов 2022 года который будет в общем то покупайте жевачки каждый день жуете жевачки не отказывайте себе в еде и год будет очень успешным да дальше как питаться это спросили у садгуру чтобы быть энергетичным весь день первое спать больше на ночь съедать вареное яйцо а утром сырое яйцо это проверено улучшается иммунитет уменьшается вес очень хорошо пить чай сделанный из рыльцев кукурузы на протяжении дня данный чай действительно устраняет токсины убирает свободные радикалы молодеешь улучшается пищеварение улучшается аппетит иммунитет и так далее ну и конечно же пятое или четвертое это меньше сладкого первый листочек закончили дальше задали ему вопрос как исполнить все свои желания я отвечаю желание не исполняется у человека если человек страдает ненавидит если человек много желает и хочет чтобы это было быстро человеку необходимо начинать с малого радость это тот бензин который исполняет желание дальше эзотерический обряд который может помочь человеку исполнить его желание утром представьте будто у вас огромный хвост павлина представьте будто этот хвост павлина идет вверх на расстояние вытянутой головы над вашей головой представьте будто этот хвост павлина красивый как веер сзади вашего тела на центральном пире которая находится в самом центре за вашей головой в на самой вершине данного пера представьте вместе где есть такой самый красивый и большой рисунок шар на котором напишите или представьте событие которое может удовлетворить ваше желание при этом представьте это событие одно то есть одно немного нельзя так чтобы на всех перьях были желания так нельзя так ничего не сработает почему если никто такой мне бы таблеток от жадности только побольше так вот побольше здесь не работает одно желание когда вы представили вот это перо и на этом пире представили это желание в шаре или в виде картинки как бы вытканном напередом начните произносить на вдохе хуп а на выдохе циняй это циняй это такие тайные слога которые помогут вам исполнить желание при этом представляете будто данные перья они шевелятся в такт движения вашего тела создавая эффект опахалов сколько раз необходимо произносить не менее 108 один раз в день хуп на вдохе циняй на выдохе дальше четыре способа очистить вашу энергию и так первое произносить слова первые слова которые очищают энергию мне нравится второе слово я радуюсь от того что третье говорить себе я добрый добрый человек я служу доброму доброму богу также произнося ура на протяжении дня представлять будто вы светитесь как будто мы солны сделаны из солнечной ткани то есть сияющий такой человек таким образом первое второе третье очищает судьбу четвертое открывает чакры и улучшает общее состояние здоровье человека надеюсь вам нравится то что я сегодня говорю вам и так можно ли себя излечить силой мысли да конечно каким образом один из самых простых методов которые по моему мнению работает это покаяться перед своей душой сказать себе мое тело состоит из сознания из моего тела физического и души которые находятся внутри моей груди после чего необходимо лечь закрыть глаза и произносить моя любимая милая душа я каюсь перед тобой за ошибки свои я каюсь перед тобой за то что и не развиваясь в духовном направлении за то что я такая какашка за то что такая злобная за то что я такая вредная за то что раздражаю окружающих за тоже сама раздражительная за то что критикую комментирую и выделяю огромное количество негатива вокруг себя прости меня за это я каюсь за это я буду стараться душа моя помоги выздороветь моему телу делайте так три раза в день или перед сном заметить или говорите душа моя пусть мои ножки выздоровят пусть уже наконец-то перестанут болеть и их так люблю мое сознание любит ножки мое сознание любит правую ножку левую правый локоть и левой это помогает вот используйте от меня такой вам презент дальше садгуру спрашивает почему не нужно прощать вы уже это знаете дело в том что человек является и человеческая жизнь является некой школой жизни и человек на протяжении жизни должен чему-либо обучаться или чему-либо научиться когда человек допустим у человека есть любимый человек с которым он живет потом этот человек стал негодяем предал такую женщину допустим если это мужчина и женщина и отвернулся бросил детей и ушел то эта женщина начинает думать но ничего страшного я его прощаю но это же была школа жизни если вы считаете этого человека негодяем он же вас бросил то необходимо его считать негодяем почему если вы считаете таких людей которые бросают негодяями то уже тех людей которые придут к вам и вас бросят не будет почему потому что это ваша школа жизни вот знаете как один мясник мой знакомый из харьковского холодногорского рынка когда-то сказал слова умного человека можно обмануть только один раз первый и он же последний я с ним абсолютно согласен но происходит всегда по-другому мы очень часто попадаемся на обман тех людей которые занимают у нас деньги и когда человек занимает у нас деньги это выглядит так там тамара алексеевна дайте денег и вы потому что мне надо вы отдаете деньги этот человек исчезает не хочет отдавать морочит голову и длится это постоянно потом находится второй человек который говорит тамара ивановна займите мне еще денег и так происходит на протяжении жизни 100 человек заняла у тамары михайловны или тамары ивановны деньги она потом в недоумении начинает мне говорить андрей андреевич почему так получается что у меня постоянно занимает кто-то деньги и эти деньги не отдает но потому что человек который дает деньги в долг он обижается но прощает а что нужно сделать необходимо идентифицировать себя и сказать видимо что-то со мной не так лицом моим с внешностью но когда я занимаю деньги мне их не возвращают не хотят именно поэтому хочу вам сказать если вам даже один или два раза не отдали то скажите себе я не занимаю деньги почему но это же смешно я их занимаю мне их не отдают как так может быть ниже их не отдают вот у меня часто такое явление было в свое время из-за того что у меня такое лицо доброго человека у которого запросто можно занять деньги но я если честно никогда и не отказывал сам голодный был на деньги занимал и каждый раз люди которые хотели хотели у меня занять каждый раз такие люди появлялись вновь и вновь ну и в какой-то момент я понял что мне никто не отдает и как-то ко мне позвонил человек алексей говорит андрей андреевич можно у вас занять денег я говорю нет он говорит почему ты не поверишь но когда я занимаю деньги мне их не отдают никогда будет но я отдам я говорю нет я уже не хочу это не дело в тебе это дело просто мое уже я не верю что мне можно отдавать поэтому я считаю что и занимать больше не буду и я теперь не занимаю вот буквально сегодня звонил человек и говорит мне андрей андреевич займите или дайте и так далее говорю нет нет я не занимаю не даю почему решение чужих проблем заставляет человека быть носителем этих проблем у меня нет долгов я решаю вопросы чужого человека у которого есть долги сам становлюсь должником все кармический долг этого человека переходит или часть его переходит на меня все зачем мне это надо дальше у садгуру спросили как быть одному но не быть одиноким я не знаю что он ответил к сожалению не смотрел но обещаю пересмотреть для того чтобы не сбивать свою идею постарался над этим подумать не знаю может быть вам не понравится то что я скажу но человек не может быть один не может быть один человек всегда с богом он может быть с богом одиночество это путь познания бога как там в песне поется без хлеба в руках то есть в проголодь без единой звезды то есть в одиночестве без людей но ради бога вечно один но бесконечно влюблен это как раз и говорит о том как человек может быть не одинокий всегда нет мы не одинокий если у нас есть вера если у нас есть любовь если у нас есть бог в середине или в душе нашей как человек может быть одинок если у него есть бог не может он может с ним общаться он может рассчитывать на него ощущать его как своего друга спасибо борису борисовичу гребенщиков у человеку и пароходу невероятному буддисту и бхагавадгидисту и гаатристу и там так далее гитаристу великолепный мудрый человек спасибо ему за эту песню почему мы ссоримся с близкими это задали вопрос тому бордатому человеку я тоже не знаю что он ответил хочу вам сказать почему я в том что они хотят чтобы мы к ним относились хорошо они хотят наши любви поэтому когда муж с вытарочными глазами хочет хватит и курица не можешь пожрать приготовить вы не должны обижаться вы должны знать он вот в такой извращенной форме хочет тепла и он соскучился по вам да вот так и его необходимо погладить поэтому говорите да мой любимый да мой хороший да я тебя тоже люблю после этого когда он ляжет сядьте и гладьте ему ногу и говорит ты мой зайчик ты мой хороший что такой нервный можете вот так делать он орет его на ты моё солнышко я тебя тоже люблю отпускает вообще всех абсолютно конечно же они требуют нашей любви но мы этого не понимаем а нужно проявлять эту любовь но делать это не в виде посылая любовь как бы ничего не делая при этом а проявлять любовь то есть там ножки по массажировать человеку посидеть рядом у нас в украине есть очень хорошая пословица хиба маты виновата суды ты на дурного то то есть ничего страшного по-русски звучит так мама же не виновата что ребенок идет то есть когда рядом находится такой человек ну воспитание мораль тяжелая работа гормоны все это накладывает отпечаток вспомнил почему-то сейчас николай чернова черникова ну и хочу сказать что может гормоны еще действует или может просто плохая карма ну и конечно же рядом жить с таким человеком сложно но мы-то добровольно хотели жить с этим человеком ну и можно запахнуть свои чувства себе там куда-нибудь и после этого просто погладить люди мне не верят обычно но я могу сказать наверняка прямо не на сто процентов она тысячу запятая и тысячу процентов что вот работает это сто процентов тысячу процентов просто не могут себя переселить почему эгоизм ощущение собственной значимости ощущение собственного какого-то особенности какой-то и так далее мешает человеку легче обидится легче быть в контрах легче там ненавидеть нужно ли отбрасывать мораль человеку а я хочу просто это задали вопрос мой ответ а нужна ли верность человеку нужно ли оставаться человеком или нужно быть животным ведь можно есть как животное убивать других людей как животное нужно ли любить своих родителей это же все элементы морали ну вот как такой вопрос вообще может возникать это что за не люди такие которые говорят что родители плохие с ними лучше не общаться как такое может быть когда человек не может и когда человеку плохо человеку нужно максимально помогать он и есть долг кармические карма не отпускает вас вы должны быть благодарны и что у вас есть возможность таким человеком поработать у меня была знакомая такая у нее мама в очень плохом состоянии она болеет заболевание альцгеймера и в этом состоянии обрывает обоих ест и еще что-то делает она так мучилась восемь лет деградация просто колоссальная и она сама истощена и мама страдает ей говорю послушайте ее женя зовут я говорю послушайте послушайте женя вам не нужно самой это делать у вас есть возможности наймите няню которая будет за ней смотреть наймите сиделку которая будет смотреть найдите или найдите такое место где она может быть безопасности вы же не знаете что с ней будет происходить в следующий момент и она должна с кем-то контачить она уже не может сама за собой ухаживать она не может сама мыться она не может этого всего делать есть дома такие куда можно этого такого человека отдать и там за ней будут досматривать за доплату и почему для нее будет лучше она уже не будет ощущать или осознавать что это предательство ну и не считайте сами для себя почему но если ее посещать если с ней быть и помогать ей вы же стараетесь делаете что-то для неё но ей там будет лучше почему ей во время дадут витамины во время уколят укол во время ее помоют и никто не будет для них это работа для вас это страдание помнить цветущую прекрасную добрую теплую маму и потом видеть существо которое не помнит никого и которое превращается в другое существо очень тяжело нужно хранить свою душу и помочь этому человеку более эффективным способом на самом деле ей не дочь нужно в этот момент на самом деле нужен врач то есть врач или нянечка или сестра палатная она должна смотреть за таким человеком помогать такому человеку и она так и поступила потом приезжает и говорит андреевич огромное спасибо потому что я приезжаю в субботу она нарядненькая щечки розовые там все чистенько потому что дома она сидела в двухкомнатной квартире ходила то ударится то обою сорвет то съест там какие-то обои то еще что-то там сделает топ какается то еще что-то говорит я приехала у них там все закрыто чистенько она с такой же бабушкой там ходит и говорит хорошо ей там я говорю ну и вот зачем вы она говорит но я просто ощущала это как предательство я говорю ну сейчас ощущаете нет я понимаю что и лучше как я могу ощущать я не призываю к предательству я говорю о том что есть еще и разум ну и конечно же нужно ли любить своих родителей ну конечно же нужно любить это знаете такие есть люди которые говорят там вот я сегодня видел видео такое перед тем как записать это видео один мужчина говорит я сам себя он обратился к врачам и его кастрировали то есть теперь он осознанно не будет иметь детей и там очень большой отклик там тысячи человек написали что мало какой молодец и так людей очень много на земле живет и еще много рождается зачем этот голод и так далее его родители мечтали о нем его родители воспитывали его бабушка там такие времена были когда стога огромные слились в окопы длинные не грела тело гречка и никому не хватало денег мои родители отец на тракторе работал мама уборщицей семеро детей в семье всем было тяжело они рожали детей и они желали счастливой судьбы они желали счастливой судьбы потому что это для них было продолжение рода видеть таких вот во внуках видеть маленьких дедушек и бабушек зачем они жили зачем эти люди жили и вот я этого человека хотел бы спросить зачем ты живешь для того чтобы поесть не интересно для того чтобы деньги заработать тоже не интересно для того чтобы напиться тоже не интересно это временно для того чтобы состариться Ну так, а смысл получается этой жизни? Смысл жизни, когда нет для кого? Когда нет для кого, то для кого? Для Бога? Ну тогда нужно идти в монастырь. Вероятнее всего этот человек просто не понял, он просто не должен кастрировать себя, он должен идти в монастырь и служить Богу, то есть жить для Бога, вероятно, его душа требует этого. Но точно, и будучи монахом, будучи монахом, просто уже ничего ему не нужно будет. Ну как-то так это все выглядит, мне лично это больно. Конечно, можно бросить в мой огород палку и сказать, ну а как же большое количество людей, они рождаются. Да, я согласен с этим, но я хочу вам сказать, что между тем, с 90-х годов я вижу планомерное, планомерное, постоянное изменение демографии не в лучшую сторону. То есть, когда говорят, что во всем мире количество людей растет, я обычно удивляюсь. Почему? Потому что в России умерло за 20 лет, там, 50 миллионов населения. В Украине умерло 30 миллионов населения. То есть, я что-то не могу понять. Опять, если говорят о том, что людей рождается больше, почему тогда их стало меньше? А сейчас еще более падает демографические показатели. А почему это происходит? Плохое питание, плохая экология. И почему-то женщины очень сильно худеют. Это очень популярно. Употребление наркотиков, ведение беспорядочной жизни, мутированные заболевания мочеполовой системы, грибковые заболевания, герпетические заболевания, торч-инфекции, вирусные отягощения, иммунные отягощения. Это все приводит к тому, гендерные, это все приводит к тому, что происходит уменьшение рождаемости. Сейчас не редкость, в отличие от прошлых десятилетий, не редкость, когда мужчина и женщина, любящие друг друга, не могут иметь детей. Именно поэтому я хочу вам сказать, когда вам говорят, что очень много людей рождаются, лично я в это не верю. Почему? Я вижу обратное. Я вижу обратное. Да, когда приезжаю в Шри-Ланку, там очень много людей в Шри-Ланке, в Индии очень много людей, но их там всегда было много. Они там всегда в большом количестве были, но их умирает много. Они так живут. Многие из-за антисанитарии, многие не доживают до 40 лет, до 50. Очень много болеют людей, потому что они так живут. Все инфекции, которые могут быть, они там ими болеют. Поэтому, когда мы туда приезжаем, то для нас это чуть-чуть страшноватенько. Ну, ладно. Нужно ли отбрасывать мораль? Я считаю, что единственное, что делает человека человеком, это моральные устои человека. Это семья, верность, родители. Если это все отбросить, то 100% чертова матерь будет довольна. Поэтому, если люди, которые отбрасывают заботу о родителях, заботу о детях, верность своим близким, верность своим идеалам даже где-то, то, скорее всего, они пойдут к чертовой матери. Такие люди ничего с этим сделать нельзя. Так, это у нас 14 и 15 и нет. Все. А теперь я перехожу к второй части. Это ответы на те вопросы, которые вы задали мне. 76 комментариев. Татьяна Головань. Добрый день, Андрей Андреевич. Возможно, меня интересует дурацкий вопрос. Но очень хочется знать, действительно ли в нашей планете столько лет, сколько пишут? Я не знаю, я не знаю, но если просматривать, нет. А сколько? Думаю, больше. Наталья Шевченко. Вас такие вопросы интересуют? Слушайте, вы счастливый человек. Наталья Шевченко. Андреевич, будьте добры, расскажите, как поступить с найденной купюрой. Спасибо. И Татьяна Дорохтичук ей пишет. Купить что-то вкусненькое и скушать. Согласен с этим. Только делайте это правильно. Если вы нашли купюру, то кто-то может сделать вольт. Допустим, человек бросает 100 гривен или 100 долларов и говорит. Я покупаю. И дальше произносит, что он покупаю. Так вот, тот, кто это поднимет, тот, получается, отдаст что-то. Таким образом, человек поднимет 100 долларов, а отдаст фактически то, что тот поставил в виде вольта. Это черная магия такая. Ну и в этом случае можно очень сильно пострадать. Особенно, если купюра равняется 10. 10, 100, 1000. И что необходимо сделать? Нужно ли поднимать? Нужно. И что делать? Берете купюру, покупаете что-то вкусненькое. И половину отдаете. Кому? Просто разбрасываете или выбрасываете в мусор. Говорите, это откупаю. Или это мой расчет за эти найденные деньги. И выбрасываете в мусорку часть. Допустим, купили пирожное или пирожок, или пиццу. И часть пиццы там, не обязательно большую часть. Говорите, это мой расчет за вот эти деньги. И бросаете. Ну вот, откупились. Надежда Мурша сделала просад на сына Виталия от алкоголя неделю назад. Изменений пока нет. Это беда, помогите. Уважаемые друзья, пожалуйста, никаких просадов на алкоголиков. Я не провожу эти обряды. Вы у меня спросили, буду я работать с этим человеком или нет. Ну что с вами? Заберите свой просад обратно. Напишите мне, я вам отдам деньги. Что это с вами такое происходит? Кто вас надоумил так делать вообще? Я не хочу этим заниматься. Мне не интересно. Мне это не нравится. Пожалуйста. Нина, нет. Подскажите, что нужно предпринять при постоянном просыпании с часа ночи до двух. Это первый раз. Второй раз просыпаюсь в четыре часа и уже не сплю. Постоянно снится тревожный сон. Это гневный дух, который приходит к вам и хочет, чтобы вы отдали ему долг. Каким образом необходимо отдать долг? Поставьте тарелочку, положите на нее спички, так чтобы они горели. Или еще лучше, зажгите свечу, поставьте на тарелку. Когда будет гореть свеча у вас на тарелке, маленькой чайной ложечкой делайте так. Говорите, дух призываю тебя. Или гневный дух призываю тебя. После чего можете походить по всем углам и позвонить в колокольчик. После этого оставьте одну дверь открытую, чтобы туда дух зашел. Когда дух туда зайдет, вы можете его ощутить путем покалывания по своему телу, подобно тому, как человек чувствует мурашки. После этого, если такое покалывание есть, поставьте тарелку. И на тарелке зажгите восковую свечу. Когда свеча будет гореть, смотрите на свечу и положите пять маленьких блюдец. И возьмите ложечку, любую маленькую. Первое, молочко. Скажите, дух, я выкупаю свой долг путем молока. Прими. И льете немножечко, вот так капельку на свечу. Дальше, кусочек мяса, можно колбасы. Дух, я выкупаю свой долг, прими от меня плоть. После этого капаете что-нибудь ароматическое, что пахнет. И говорите, дух, я прими мой долг. И после этого обязательно возьмите куриное перышко. Сжигая такое куриное перышко, говорите, дух, прими мой долг, в чем я не виновен. И после этого все эти блюдца можете помыть, убрать. Свечу догорать не нужно. После этого можете потушить и можете спать спокойно. Можете какое-то время посмотреть на данную свечу. Обряд, в общем-то, будет являться закрытым. Сегодня я видел информацию в интернете. И там написано было, завтра, новолуние, это самое лучшее время для того, чтобы начать проводить обряды какой-либо и так далее. Я хочу вам сказать, ни в коем случае этого не делайте. Дело в том, что любое привлечение луны в жизнь приводит гневных духов. Люди, которые заряжают деньги на восходящую луну, люди, которые у луны просят, становятся в дальнейшем людьми, которых атакуют гневные духи. Духи гялмо, гялцо и гялто. Таким образом, ни в коем случае этого не делайте. Даже Гурджиев Георгий в свое время сказал, что хотите мне верить, хотите не верить? Все духи гневные находятся на луне. Понятно? И Успенский сидел, записывал, говорю, да ладно. Говорит, да-да-да, я тебе серьезно это говорю. Все духи на луне, не обращайся к луне, все духи. Вот я вам говорю, что действительно в этом что-то есть. Что-то есть. Ирина Ильниенко. Расскажите, как правильно быстро принимать решение, что твое, а что нет. Не торопясь. Быстрое решение не принимать. Но если нужно быстрое решение принимать, вам поможет метод из моей первой ступени, который называется весы. Используйте. Лилия Савина. Дочь сильно сутулая. Подскажите, как помочь эзотерически. Оденьте ей на запястье и на шею и на поясницу зеленые нитки. И пусть она их носит на протяжении хотя бы 4-6 месяцев. В кровать ложите длинный камень, гальку черного цвета. Это все помогает выровнять позвоночник. В ноги ложить. Светлана Никоненко. Огромное вам спасибо, пожалуйста. Наташа Деминская. Здравствуйте. Как эзотерически снять материнское проклятие? Оно у вас... Оно у вас... Мама жива при этом или нет? Вот смотрите. Если мама жива, то маме нужно сделать откуп. То есть маме отправить деньги на счет. И телефонный, допустим. Так, чтобы она не знала, кто прислал. И сказать при этом, я откупаюсь от проклятия. И все. И если мама умерла, необходимо принести на кладбище к маме чашечку с водичкой. И положить туда конфетки или печеньки или ту еду, которую мама больше всего любила. И сказать. Мама, это тебе от меня. Откуп от проклятия. Здравствуйте. Вчера столкнулась с паранормальным явлением. Кот встал на задние лапы и стал кого-то обнюхивать. Глаза были испуганы. У меня мелькнула мысль, что это мамин дух. Раз два года, как ее не стало. Я посещала кладбище. Может, код какой есть или практика. Я защиту поставила. Практику. Бехнантах. Тритахом Пхэт. Хлопала в ладоши, произнося Пхат, но не знаю, правильно ли. Вам поможет лампадка церковная. Поставьте церковную лампадку и поплачьте. Вот так вот сложите руки и скажите, ты моя мамочка, ты мое солнышко. Почему? Дело в том, что сегодняшний день, завтрашний день и особенно воскресный день, это день, когда надо плакать. Это день, когда нужно плакать и это день, которым выплакивают хорошую судьбу тех, кто является умершим человеком. Видно, вас к этому подвигают. Можете использовать практику лакрима. Я не говорю, что нужно плакать весь день. Если у вас проклятие, если у вас плохая судьба, если у вас там что-то с детьми не так, в воскресенье вечером или днем сядьте, так чтобы вас никто не видел и поплачьте, пожалейте себя. Зажгите лампадку, зажгите восковую свечку, зажгите благовоние, так чтобы оно было теплое. Поставьте там как хлебушек и на стаканчик с водичкой, не нужно никакой церковной воды и так далее. Можно помолиться там, если вы верующий человек Божьей Матери или любым воинам, которые умерли, там Георгию Победоносцу или воинам, которые были обезглавлены или умерли в муках. То есть именно воины должны быть. Я, к сожалению, не помню. Ну и вот таким воинам нужно помолиться, поплакать за их судьбу, поплакать за судьбу вашей кармы, поплакать за тех, кто у вас, за тех родственников, которые у вас были убиены, незаслуженно, которые попали в автокатастрофы, которые нечастно там замуж вышли. Вот за них нужно прям закрыться и поплакать. Право это имеют делать исключительно женщины. Поэтому вы за свой род можете поплакать. Ольга Васильева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ответьте, пожалуйста, что изотерически несут себе грецкие орехи? Можно ли их носить с собой? Спасибо вам. Если носить с собой грецкий орехи, поумнеешь. Больше никакой нагрузки не имеет. Вот. Если носить каштан, работу найдешь. Что еще можно носить в кармане? Если клубок шерсти будешь носить, то тогда люди будут видеть в тебе человека, который моложе, чем выглядит. Вот. Вот так. Наталья Губачева. Здравствуйте. У меня есть венец безбрачия? Нет. А мужчину своего так не встретила. Стараюсь применять ваши советы. Жить на позитиве. Вам не советы помогут. Вам поможет мой семинар, который называется «Быстрое замужество. Часть вторая». Пройдите его, и вы поймете, в чем первопричина того, что вы до сих пор одна. Приемные детки в семье с точки зрения эзотерики. Есть тайная ложа. Это тайная ложа называется «Иллюминаты». В тайной ложе иллюминатов есть определенные знания. Одно из знаний заключается вот в чем. Если человек берет приемного ребенка и относится к этому ребенку лучше, чем к своим детям, и делает это искренне, то мир отвечает этому человеку популярностью. Именно поэтому такие люди, как, допустим, Брэд Питт и Анджелина Джоли, Алла Борисовна Пугачева с Максимом Галкиным, а у них не подходит, у них чужая мамочка выносила, да, у них там по-другому. Ну, одним словом. Для чего это делают такие люди? Такие люди это делают, потому что, как сказал Достоевский, в основе любого альтруизма находится жажда наживы. Ну и, как бы, вот такое восприятие, может быть, не наживы, а может быть, знаний каких-либо, помогает бездомным деткам или детям без родителей найти свою счастливую семью и выстроить жизнь. Поэтому приемные дети в эзотерике, по моему мнению, это хорошо. Константин, здесь еще нужно вот что сказать. Если к приемным детям относятся агрессивно, а не как к своим детям, если относятся хуже, чем друг к другу, то тогда дети несут карму родителей, а если их оставили, то она может быть не всегда хорошей. И эта карма, она переносится на тех родителей, которые усыновили этих детей. Именно поэтому я хочу вам сказать, если вы уже приняли ребенка, то относитесь к нему чрезвычайно хорошо. Прямо тепло-тепло, любовь, теплые отношения могут помочь этому человеку очистить ту карму, которая отягощена его в его жизни. Несколько слов о моем обряде, который я собираюсь провести на следующей неделе в субботу. Как человек ясновидящий, опять-таки хочу вам сказать, что не доказать, не опровергнуть те системы, о которых я буду сейчас рассказывать, но я не смогу. То есть вам придется просто поверить, если хотите участвовать. Но я хочу вам сказать, что доказать, что именно так это работает или не так, я не смогу. Я не знаю, как это сделать. Тем не менее, сам я этот обряд обкатал, применяю, принимаю. И, в общем-то, эффективность данного обряда не только высока, она гениальна. И вообще считаю это гениальным обрядом. Обряд заключается вот в чем. Ясновидящий, который является человеком, который может просматривать жизнь человека. Объединяет тех людей, которые участвуют в обряде. Независимо от того, находятся они перед экраном или не находятся. То есть создает определенное существо андроген. То есть он, вернее, человек, который проводит обряд, создает из тех людей, которые находятся, существо, не объединяя при этом этих людей. Второе. Он делает это существо, вернее, берет реку жизни, открывая калачакра, тантру, то есть чакру времени. И в этой чакре времени двигает это существо по реке времени вспять, до момента появления первопричины этого существа. В момент первопричины, то есть когда яйцеклетка прикоснулась к сперме или сперматозоиду, и у них произошло оплодотворение, в этот момент включился механизм энергетический. Он выглядит так. Две нити золотого цвета. Одна нить восходящая, другая нить нисходящая. На одной нити стоят шарики огненные, на другой нити стоят тарелочки, в которых горит огонь. Те шарики, которые горят, обозначают женский род людей до девятого колена, а тарелочки долги людей до девятого колена. И в случае, если не горят тарелочки, то человек неуспешный, если они погасли. Если у человека не горят солнышки, то человек не доживает, а также он неуспешный, но если у него зажигается хотя бы третий шарик или четвертый шарик, и начинает гореть тарелочка, третья тарелочка или четвертая из девяти, то у человека появляется в жизни успех. Какой? Повсеместный. Если просматривать таких людей, как Илон Маск, допустим, или Владимир Путин, если просматривать таких людей, как Зеленский, который стал премьер-президентом, или очень успешных людей, можно сказать, что у них у всех есть горящие определенные точечки. Но если просматривать людей, которые... Вот я специально смотрел видео, и в этом видео смотрел убийц маньяков из Америки, и там показывали девочек-жертв, которые участвовали, вернее, на которых нападал этот маньяк. Так вот, у этих девочек-жертв до момента, когда они жили, не горит ни слева, ни справа. Причем справа может гореть только одно, как бы долг, и долг забирает жизнь. У маньяков тоже там определенным образом что-то горит, а что-то нет. Какая задача моя? В случае, если у человека ничего не горит, то в жизни ничего не случится. В случае, если у человека ни слева, ни справа не горит, он умрет рано, будет болеть долго, жизнь проживет плохо. Но если это все запустить правильно, а я умею это делать правильно, то включается элемент, который называется спица. То есть, выходит через человека нить золотого цвета, абсолютно ровная, которая является его судьбой. И эта судьба в ней много энергии. То есть, если это сделать человеком, то у него происходят изменения. Люди начинают хорошо относиться, появляется муж или жена, появляется хорошая семья, появляется материальное благополучие. Мир начинает обращать на такого человека внимание. Сложный ли обряд? Нереально сложный. Можно ли в нем участвовать дистанционно? Да. Получится ли у всех? Конечно. Как это проявится? После обряда человек ничего не заметит. Может быть просто ощущение истощения. Но в целом, буквально со второго-третьего дня у человека появляется и желание, и подъем настроения, и созидание, и желание что-то делать. Одним словом, есть такие качественные, очень ярко выраженные изменения. После окончания данного вебинара, я ссылку на участие в данном обряде оставлю в описании под данным видео. Далее. Люди, которые приходят ко мне на мой канал YouTube, они пользуются в большом количестве вебинарами, семинарами и так далее. И тут такой вопрос обычно создается. Люди, которые получают от меня большое количество информации, а ее я даю, в общем-то, не стесняясь, и в большом количестве, как вы видите, очень часто могут становиться моими энергетическими должниками. Именно поэтому я призываю вас, уважаемые друзья, обязательно мне оплачивайте, чем смотрите рекламу в моих видео. Именно поэтому я не отключил монетизацию, именно поэтому я ее оставил. Для чего? Чтобы люди, которые смотрят данные рекламные посты в видео, чтобы эти люди не становились моими должниками. Поэтому не обвиняйте меня в том, что я все монетизирую. Я не только монетизирую. Я хочу, чтобы никто не был передо мной моим должником. Я же ничего не прошу, не требую, не говорю купите и так далее. Просто занимаюсь своим делом, проповедую, моралью и внедряю, стараюсь быть полезным. Ну и соблюдаю культуру эзотерики. Ну что, в общем-то, хороший получился у нас вебинар сегодня. На этом будем заканчивать. Если вам понравился данный вебинар, не забудьте его распостить в социальных сетях. А также не забудьте написать свой комментарий, поставить лайк и нажать на звоночек. Чем больше нас, тем больше людей будет изменяться в лучшую сторону. А о чем я, собственно, говорю? Я говорю о морали, о любви, о семейственности. То, что сейчас нещадно эксплуатируется и всеми путями стараются привить у человека аморальность. Каким образом? Ругая друг друга, люди превращаются в животных. То есть убирает у человека возможность быть человеком. То есть он становится чуваком, становится животным, становится половым органом, становится еще кем-то, но точно не человеком. Модным стало не обращать внимания на родителей. Модным стало родителям не обращать внимания на детей. Модным стало взращивать в себе эгоизм. Модным стало мастурбировать и там еще что-то делать. Немодным стало заниматься семьей и думать о семье. Немодно думать о Боге. модно называть объективно вещи совершенно по-другому, модно стало кривляться перед экранами, модно стало переодеваться в женщин, мужчинам, модно стало сплетничать, ну и о морали кто-то должен говорить. Я занимаюсь сейчас тем, что должен говорить каждый батюшка. Вот если бы батюшки в церкви ежедневно, во время того, когда люди причащаются, когда они каются, говорили бы эти слова о том, что семья это самое дорогое, о том, что разрывать отношения это плохо, о том, что нужно любить мужчину или женщину, о том, что нужна верность. Если бы они не ставили на первое место, я не говорю обо всех, о некоторых, не ставили на первое место другие мотивы и желания, то возможно и отношение бы к религии изменилось. Продолжение следует... Продолжение следует...